Доброго дня! Вы смотрите программу о животных. Хочу домой на телеканале Самара ГИС. Свершилось на дворе 2024 год и мы продолжаем свою миссию, рассказываем о приютах собак и кошках, о проблемах бродячих животных и стараемся помогать пристраивать всех брошенных, потерявшихся животных к новым ответственным владельцам. И, конечно, показываем счастливые истории о братьях наших меньших, которым удалось найти новый дом. Что сегодня вы увидите? Конечно, видео-визитки о двух собаках и одной кошке, которых в настоящий момент пристраивают в хорошие руки. То бишь, ищем владельцев. Посмотрите, может кто-нибудь вам понравится и вы возьмете животное к себе домой. Так как по календарю наступил Новый год, то и мы по традиции рассказываем о символе года. Животное, которое символизирует наступающий Новый год по восточному календарю. И беседуем с гостем в студии. Сегодня у нас зооволонтер и, самое главное, один из администраторов Самарского сообщества «Зоопоиск» – администратор Елена Керпий. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, естественно, с уступившим вас Новым годом. Здравствуйте. Спасибо. И вас. С всеми праздниками. Итак, как говорится, входим в Новый год и вступаем в работу. Что значит «Зоопоиск» в Самаре? «Зоопоиск» – это общественное движение, организация, которое существует в виде чата, объединяющие на данный момент уже более 4700 человек. То есть созданы неравнодушными людьми изначально. Сейчас я расскажу, как это все было. Мы осуществляем поиск потерянных домашних животных. Породных, беспородных, неважно. Собак, ну и бывает даже кошек. Так, ну и где расположен этот чат? Где можно его найти? Нас можно найти в Телеграм по QR-кодам наших постов. У нас есть группа ВКонтакте. Вообще основной чат «Зоопоиск» находится в Телеграм. Там много разных тем. Там собраны по темам полезная информация, куда действовать, куда бежать владельцам в первую очередь. То есть алгоритмы поиска, списки групп, общий чат, а также темы по отдельным животным, по которым в настоящий момент активный поиск осуществляется. Там есть люди-профессионалы, которые знают о поведенческой мотивации собаки, куда бежать ей в случае, если вдруг прогремела петарда рядом или салют? Да, ну таких специалистов вообще мало в мире, в Самаре в частности. Но очень много опытных, во-первых, собаководов, зоопсихологи есть у нас, есть люди, кто очень давно именно ищет. И непосредственно есть специалист из Москвы, кто по охотничьим собакам специализируется. И очень много было историй, когда благодаря советам непосредственно вот таким узкоспециализированным находили собак. Это коммерческая организация или общественная? Нет, это общественная организация. Мы на волонтерских началах действуем для помощи животным и их владельцам, то есть в первую очередь. Поэтому мы не коммерческая организация. А как давно работает ваш чат? Наш чат... Сообщество. Наше сообщество работает, ну, 31 октября 2022 года был год, то есть уже второй год. И я хочу, можно в двух словах расскажу историю появления? Да, да, очень интересно. У главной нашей основательницы чата потерялась собака в другом городе. Так получилось, что она ее активно искала, и вот благодаря соцсетям, объединению чата, она умудрилась как бы поднять вокруг себя, создать группу неравнодушных. Они там разделили обязанности, и благодаря этому активно как бы нашли. Им помогла, ну, идейный руководитель московского такого же чата. И, соответственно, когда собака благополучно была найдена, она решила создать в Самаре такое же объединение. Вы сказали вот, что разделение полномочий, я так понимаю, да? То есть какие там полномочия? Допустим, один человек работает по бродящим собакам, да? Или там один человек по домашним собакам, или по порогам как-то? Смотрите, беспризорные животные, они находятся вне компетенции нашего чата. Мы именно ищем хозяйских животных, либо кураторских. Вот это, кстати, очень важно, что именно ваш чат, ваше сообщество, оно осуществляет поиск именно собак домашних. Да, нам не важна порода, естественно, собака, она и есть собака, но основное условие – в чате должен присутствовать хозяин, либо куратор животного, 24 на 7 присутствовать и принимать активное участие в поиске. Мы не ищем за владельца, мы работаем бесплатно. То есть мы действительно работаем, мы хотим причинить пользу, как я говорю, собаке и владельцу. Соответственно, разделение обязанностей, кто как может. У нас есть администраторы в количестве 13 человек и так называемое рабочее ядро из самых активных и неравнодушных, просто участников чата. Как я уже сказала, сейчас более 4700 человек, ну и уже уверенно идем к 5000. Конечно, насколько объединится группа активно в поиске, очень много зависит от владельца. Насколько сам владелец активен, пишет, предоставляет всю информацию, самое главное действует по нашему алгоритму, потому что у нас есть отработанный алгоритм поиска. Начиная от ориентировок, которые мы делаем для электронного вида и для распечаток, допустим. Заканчивая список групп, в зависимости от обстоятельств потери животного, мы сразу же говорим, то есть либо это поиск по горячим следам. Мы призываем людей в помощь, кто рядом, откликаются, прям приезжают. Мы ночами ездим, ищем. То есть не только в интернете разглагольством, но и физически, руками, прям на выездах мы это делаем, потому что мы все любим собак. Ну, я так тоже, я тоже как бы в вашем чате, я так смотрю иногда, вот все это дело обращаю внимание. Ну, то есть получается так, что человек вот идет, 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 раз, ага, телень-телень, посмотрел телефон, о, поиск, соответственно, улица там, да, дом, и он находится прям как раз рядом с этим домом и видит как раз эту самую собаку. Очень много таких было случаев, да. Были очень много вообще интересных случаев. Расскажу один, которые просто искали одну собачку. Вы знаете, я предлагаю, давайте так сделаем, мы сейчас прервемся, потому что время наше подошло к показу видеовизиток о животных, которым необходим свой дом, свой хозяин. Обратите внимание, что после каждого, каждой видеовизитки мы указываем номер телефона, по которому вы сможете позвонить и получить более точную информацию. Итак, смотрим. Черная с рыжим подпалом собака ментис по кличке Айса. Ей ищет новый дом и своего ответственного владельца. Обратите внимание на эту замечательную собаку по кличке Айса. Пристраивается, тут такая собачка. Собачке где-то два с половиной года. Она очень социализированная, любит детей, активные прогулки, хорошо слушается, выполняет некоторые команды. Хотим ей найти дом. Заберите ее домой, она станет вашим верным другом. Звоните по телефону 8 939 717 09 11. Этот котенок родился в семье Светланы. И как ответственный владелец, она его не выбротила, а предлагает в хорошие руки. Это кот шотландской породы. Кастрированный, ищет любящие руки. По характеру шотландца это вообще самые семейные кошки. Очень ласковые, очень ручные, очень терпеливые и любопытные. Заберите этого котенка домой, он принесет вам много радости. Обращаться по телефону 8 903 303 17 49. Она не лает и не кусается, и на прохожих не бросается. Эмилия. Ей около семи месяцев. Совсем недавно привезли ее волонтеры еще щенком. Спасли от верной гибели от других агрессивных собак. Ведет себя спокойно. Вот здесь, в вольере, когда есть другие щенки, она активно себя ведет. Характер может показывать, но дети воспитанные все равно. Любит людей очень. Потому что всегда тянется, когда рядом с ними в вольерах находишься или убираешь их, она всегда тянется в человека. Покушать любит, попить тоже и поспать. И хочет быть домашней. Приезжайте в приют участия. Заберите Эмилию домой. Ей необходим свой ответственный владелец. И она принесет вам радость и позитивную энергию. Напоминаю, что вы смотрите программу «Хочу домой» на телеканале «Самарагейс». И сейчас в студии у нас администратор сообщества «Залпоиск» Елена Керпий. Какое количество участников зарегистрировано, вы уже сказали. Да. Хорошо. Вот самый такой, я так понимаю, что самый такой момент рабочий – это новогодние праздники. Петарды, салюты. Да, мы уже заранее готовились, конечно, и максимальную информацию распространяли среди владельцев в соцсетях, чтобы были аккуратны. Сейчас усилились побеги из-за, наверное, с 30 декабря по 9 января. То есть с момента, когда ребятишки ушли на каникулы и начали раскидывать петарды, салюты. Ну и салюты, да. С 30 декабря по 9 января к нам непосредственно за поиском обратились 10 владельцев. 7 потеряшек найдены и 3 еще до сих пор в поиске. Слушай, ну 10 владельцев на весь город, в принципе, это не такое большое количество. Это непосредственно координированные поиски, которые мы вели чатом. Конечно, потеряшек больше. Часть из них владельцы не обращаются за помощью к нам. Мы всех, у нас есть чем заняться, мы не затаскиваем всех. То есть это те, кто непосредственно пришли к нам и попросили о помощи. Ну вот там шарпейка, по-моему, пропала. Да, пропала в центре города, нет, вот Боня, шарпейка. Потом в Кошлеве вообще одновременно пропало 3 собаки. Какой Боня, правда, Куштина? Ну взрослая она девочка. Взрослая, да. Вот собачка, соответственно, Ричард в Кошлев парк. Там одновременно вообще трое пропали, соответственно, двое найдены, он еще не найден. И Молли. Тоже были посты, убежала из-за салюта, были посты, что запрыгивала в машины. То есть собака очень домашняя, тянется к человеку вот еще в поиске. Поэтому просьба, кто увидит, обращаться к нам. По поводу Кошлева, допустим, убежали собаки одновременно, трое, и двое из них найдены на трассе были по дороге в Сумышляевку. Соответственно, когда салюты, петарды, эта ситуация отличается от обычной петеряшки. Собака бежит в панике, может убежать очень далеко от своего привычного места обитания. Она не разбирает, она бежит и бежит. Ну, куда, как говорится, куда глаза глядят, куда запахлили бежит. Мы охватываем сразу инфопоиском все группы дачных кооперативов, вайбер, чаты. Соответственно, помимо инфопоиска все отслеживаем сигналы и оперативно выезжаем. То есть мы ночами тоже их ездили, искали. Ничего себе. Самый интересный вот за этот год, я просто один случай знаю, прям очень интересный. Он произошел в Мичунинском микрорайоне. Ну, вот самый интересный случай, когда собаки терялись и где их находили. Есть такие моменты? Да, их очень много. Ну, хотя бы вот примерно там бежал, куда-нибудь там грохнуло и раз. Ну, у нас очень такой нашумевший был поиск собаки Лорд, Канекорса. А, это который... Да, который искали действительно всем городом и который пробежал больше 120 километров. И он бежал домой. Ну, откуда его, получается, там увезли. В другое место просто жительства. Ну, вот, кстати, там же была информация о том, что эту собаку вроде бы как оставили. И оставили на передержку и с дальнейшим определением. Или нет? Ну, мы в нашей группе вообще стараемся не обсуждать и не осуждать хозяев. Да, мы все силы направляем на это. Там ситуация такая, что из-за рождения маленького ребенка собаку временно поместили на другое место жительства, соответственно. Но собака очень скучала и убежала. Соответственно, сейчас он счастливо живет в своей семье. И уже больше, ну, точно никуда не убежит. И, ну, хозяева решили все вопросы, все проблемы. Также интересный случай был. Искали одну собаку, проводили, ну, выезжали по сигналу, смотрели, искали на местности и проводили опрос. То есть мы еще просто с людьми общаемся. И таких было несколько случаев. Ну, один мужчина сказал, вот вашу не видела, кого вы ищете. Ну, вот в этом доме, вот в этой квартире недавно нашли маленькую собачку. А до этого примерно за месяц была потеряна чихуа. Представляете, маленькая. Мы передали хозяйке потерянных маленьких собачек. Да, она поехала. И оказалось, что ее собака в этой квартире. То есть найдена месяц назад. Искали одну нашу, ходится другая. А вот скажите, как часто все-таки размещают или пытаются разместить объявления по собакам именно дворовым, бродячим? Да, но дело в том, что... Вы как-то отсеиваете такие объявления? Нет, мы не отсеиваем. Если сейчас все будут размещать объявления, что вот спасите вот эту, спасите эту собаку, это в общем-то нечаянно. Наша группа, она не является волонтерской в плане спасения и пристройства. Попутно, конечно, у нас разные истории бывают, и мы стараемся помогать по мере возможностей. Но для чего это делается? Очень, во-первых, много домашних, любимых питомцев, умных собак, которые не породные, а просто беспородные. Соответственно, люди могут их принять за дворняжку, которую никто не ищет. Именно из-за этого мы уже это знаем, это очень большое количество. Очень часто присылают фотографию, думают, что беспородное, беспризорное животное, но оказывается любимое чье-то. То есть вот буквально у Вива Лэнда на днях, несколько дней лежала собака, все про нее писали посты. Оказалось, что хозяйка пожилая женщина все нашли, и собаку нашли, потом хозяйку нашли, и все. Соответственно, для этого есть кураторы, кстати. Они им как-то вообще, ну, как-то вы узнаете, каким образом у вас была потеряна собака, да? Или там, ну, я бы, ну, допустим, отпустила ее и пошла на рынок. К сожалению, проблема самовыгла, она все-таки большая проблема, но мы выясняем всегда обстоятельства пропажи, потому что нам это важно для результата, для поиска. Ну, даже чисто для анализа ситуации. Для анализа ситуации, естественно. Конечно, мы обязательно объясняем, консультируем, о чем мы сейчас попозже поговорим, что нужно, чтобы питомец не потерялся. Ну, как правило, теряются. Первая причина – самовыгул. Вторая причина – это самонадеятельность хозяев. Может быть, наоборот. Самонадеянные хозяева считают, что моя собака не убежит, моя собака не потеряется. Она все время ходит без поводка у меня. То есть прогулки элементарно без поводка. Даже когда сейчас салюты, фейерверки, я лично хожу в своем дворе и говорю хозяевам, те, кто ходит без поводка, немедленно, ну, прекратите. Люди не верят, что их собака убежит. Нет, ну, есть такие собаки, которые, в общем-то, не реагируют на салюты и на сумовые инфекты. Большая часть наших потеряшек, я вот скажу, тех, кто гуляли без поводка, они убежали неожиданно для хозяев. То есть хозяева говорят, что она никогда не убегала. Мы не знаем, что случилось. Вот испугалась. Ну, если совсем рядом там в трех метрах салют прогремел... Да. Знаете, идешь и даже не думаешь, что вот толпа или там двое подростков, которые идут за тобой, бросить сейчас рядом петарду. Об этом собаки могут вывернуться из любого поводка, ну, ошейника, из любой шлейки. Поэтому, естественно, нужно обязательно проверять амуницию, проверять карабины. Ошейник не должен быть украшением и болтаться, да, он должен быть хорошо, по размеру подобранный, хорошо затянут. Также, если бы на всех собаках были адресники, то намного больше бы счастливых историй, быстрых нахождений было бы. То есть адресники сейчас можно вообще очень дешево купить, и всех призываем обязательно одеть адресник. Причем не на, например, поводок, из которого собака может он расстегнуться, да, отдельно он должен висеть на шнурочке или на отдельном поводке, если собака на шлейке. Спасибо, спасибо большое. Мы снова прервемся на несколько минут, чтобы посмотреть сюжет о символах Нового года или о животных, которые непосредственно относятся к знаку символа Нового года. Итак, смотрим. Мы уже давно привыкли почитать символы Нового года по восточному календарю. Вот и этот 2024 год пройдет под знаком зеленого деревянного дракона. Соответственно, у каждого года есть свой символ в виде животного. Всего их 12. К примеру, позапрошлый был год кролика, прошлый год – тигра, а вот нынешний год пройдет под знаком дракона. Наступит он 10 февраля. А какое животное ассоциируется с символом года? И есть ли это животное в природе в принципе? На этот вопрос мы нашли ответ в Самарском зоопарке. Драконы – это мифологические рептилии, так скажем. Современные группы рептилий в основном принимают за драконов крупных ящерец. Это, скажем, камазский варан, который живет на острове камазы. Ну или, скажем, вот этот представитель игуаневого царства – обыкновенная игуана. Тоже похож внешне по представлениям человека на дракона. Есть гребень, огромный рот, челюсти и огромная борода. Однако не только одна игуана причисляется к семейству драконей. Знакомьтесь, капский варан – непосредственно родственник самой крупной ящерицы на планете комодского варана. Или его еще называют комодский дракон. В природе он достигает длины до трех с половиной метра. Но пока самарский зоопарк не готов принять на постоянное жительство огромную ящерицу. И довольствуется капским вараном, который вырастает до полутора метров в длину. И кушает всего лишь навсего насекомых. Это всего лишь два представителя, которых относятся к драконам. Это, можно сказать, игуана была древесным драконом, варан – наземный дракон. И сейчас мы с вами скоро познакомимся с водяным драконом. И мало кто знает, кто относится к водяному дракону. А ведь это самое известное животное класса присмыкающиеся. Еще один представитель драконьего царства – водяной дракон. Пожалуй, они среди ныне живущих драконов являются самыми крупными. Это крокодилы. У нас в зоопарке живет вторая по величине среди крокодилов. Это низкий. Он гребнистому уступает по длине на пару метров. Его максимальная длина – 6 метров. У нас живет пара – Кузя и Герда. Кстати, из трех этих драконов нередко заводят дома лишь одного – игуану. Правда, прежде чем это сделать, стоит подумать и изучить условия содержания и характер таковых ящериц. Это не домашнее, ручное животное. То есть взрослые игуаны, во-первых, потребуют огромного террариума, не меньше, чем у меня за спиной. То есть не все, живя в квартире, допустим, особенно в однокомнатах, могут себе такое удовольствие позволить. Ну и со временем маленькая игуана станет проявлять характер. Зубки у них, дай Боже, то есть может укусить запросто, если ему что-то не понравится. Кстати, взрослая игуана, если у нее скверный характер, может запросто напасть или отогнать от себя кошку или собаку. Так что советуем оставить всех драконов на свободе в естественной среде обитания. Вот за этот год терялись ли собаки повторно? Да, к сожалению. Но это самовый гол. Есть все. У нас есть уже даже база, ну такая внутренняя. Слушайте, ну вот по поводу адресников, допустим, вот я нашим собаководам, кто в нашем районе, да, рассказываю, что, ребят, все очень просто. Самый лучший вариант – это наклеить картоночку на ширину вот этого полотка. Элементарно, да? Да. Нарисовать там крупный номер, потому что адресник не всегда можно увидеть, он мелкий. Да. Вот, а это когда на весь ошейник будет номер, и все это замотать скотчем. Да, но мы, да, то же самое, такие советы даем, и я лично, несколько раз у нас есть база самовыгула, возвращаем собаку, одни и те же истории. То есть, ну не все хозяева, к сожалению, это делают, хотя если собака гуляет по городу одна, ну вообще нельзя, во-вторых, ну хотя бы адресник, да. Понятно. Скажите, пожалуйста, все-таки как нам бороться с большим количеством бродячих собак? Кстати, бродячих собак вот в это время на новогодние праздники я увидел вообще практически очень мало-мало-мало, да и, наверное, те выходили, которые, в общем-то, не боятся вот этих петард и салютов. Да, сейчас намного меньше. Во-первых, холодно, они прячутся, во-вторых, ну все боятся петард и салютов и убегают. Сейчас у нас, кстати, в побеге даже есть, ну, кураторские собаки, так скажем, они не бродячие, они после ОСВВ, просто есть люди, кто их там кормит, они живут в будке, даже они и посбегали. Ну, потому что салюты. Проблема бродячих животных, конечно, требует всестороннего и широкого решения, никаким одним решением здесь уже не решить, ну ничего не сделать. Я считаю, и наше сообщество считает, что нужно расширять государственную поддержку приютов. Ну, хорошо, мы увеличиваем количество собак, увеличиваем количество приютов, и количество собак также увеличивается. Ну, вместе с тем, конечно, нужно способствовать не увеличению, то есть обязательно массовая стерилизация. Понимаете, это проблема всесторонняя, начиная от льготной стерилизации домашних животных, да, должна быть для людей, чтобы они были, если собака не выставочная, не для разведения, не питомник, собака должна быть стерилизована. Мы однозначно поступаем за это. Ну, хорошо, вот смотрите, мы увеличиваем количество там питомников, приютов и так далее, собаки размножаются, организации, которые занимаются от лом, они не успевают в силу того, что действительно огромное количество собак, огромное количество особей, которые бегают, которые готовы вот прямо сегодня-завтра там расплодиться еще в геометрической прогрессии. И все-таки, я знаете, к чему подвожу вопрос? Потому что вот именно когда в 12 годах перестали заниматься эвтаназией животных, уйти вот такой на демократичный способ решения этой проблемы, все-таки их стало очень много и огромное количество. И во многих городах сейчас очень много ходит видео, как вот прямо на ровном месте подбегают собаки, там, допустим, к людям и начинают их просто раздирать на части. Мы так и будем это терпеть? Во-первых, в Самарском регионе по сравнению... Все-таки вот агрессивную собаку, вот агрессивную собаку все-таки стоит усыплять? Нет, не стоит, ее нужно просто не выпускать. У нас тогда будет очень много... Мы же все-таки люди, мы живем в 2024 году, нам нужно решать эту проблему, она уже есть. Опять же такое, если быть объективными, то кто скажет, агрессивное вот животное или не агрессивное, да? Мы не говорим про известные, но не многочисленные случаи действительно нападения. Очень часто люди просто боятся собак, и они любую самую милую дворовую собачку, которая тут с одним ребенком играет, а другой человек ее боится и говорит, она агрессивная, усыпить ее. Все-таки нужно решение более компромиссное находиться. Нет, ну понятно, что когда человек... Есть люди, которые очень боятся собак, и им все равно какая порода, она ласковая, не ласковая. Ну да, но это же не нормально. Лабрадор или золотистый ретривер, то есть это безусловно. Но все-таки если действительно были факты нападения от этой особи и от этих собак, и они готовы и способны, то это определить довольно просто. Смотрите, это не настолько массово, ну мы все знаем сейчас, как СМИ могут раздувать, я не владею никакой конкретикой, но то, что знаю я, это не настолько массово, чтобы мы говорили сейчас о какой-то глобальной необходимости ифтаназии. Соответственно, эти единичные случаи, естественно, нужно убирать этих собак с улиц. И мы против сами стаи на улицах. Но мы вот, опять же, про неконтролируемое размножение. Мы, волонтеры, призываем также людей вызывать отлов. У нас программа работает, очень многие люди не вызывают отлов. Ну, вызвали один раз, они приехали, не нашли. Они же тоже не могут весь день просить. Ну да, конечно, конечно. Соответственно, все должны более цивилизованно и гуманно сейчас решать эту проблему. Вызовите отлов раз, вызовите два, напишите в зоозащитное сообщество. Поверьте, мы все также против стай на улицах. Мы хотим, чтобы животные были вообще все с хозяевами. Ну что ж, большое спасибо. Наша программа подошла к финалу. Еще раз всех с наступившим Новым годом, здоровья, хорошей стабильности и мирного неба над головой. Берегите животных и не стесняйтесь делать замечания людям, которые жестоко относятся к животным. До следующего эфира. До свидания.